Что? Бросается она. Провести у меня этот вечер. Как? Вдвоем? Да. Вы смелы. Но уверяю вас, что в этом еще нет ничего ужасного. Я живу в гостинице, в округе люди. Вы всегда можете посвысить голос в городу. Я клянусь вам, я клянусь, что довольны. Перебивай, давай. Я верю. Я предлагаю ей руку, мы уходим. На бульваре Бумя. Ворфи листьев окружают нас под лебедом. Барятся с треском сухие ветки. Липкая зеленая грязь путает наши шаги. А ветер толкает меня в сторону, в кучу листьев, к мокрому пустому бассейну. Вы хорошо воспитаны, вы ведь? Я не знаю, кто плачет на этом бульваре, но чьи-то слезы, злые и мелкие, падают на землю. Будь проклят ветер, срывающий ее одежду. Будь проклят дождь, слепящий ее глаза. Будь прокляты камни, терзающие ее ноги. Будь прокляты трамваи, автомобили, кареты, экипажи, люди, могут еще раздавить ее или отнять ее у меня. Я зажигаю лампу, мои руки дрожат. Я благодарю доброго, прекрасного Бога за это счастье. Закройте дверь, говорит она. Могут войти. Камин пылает. Дрова приветствуют ее радостным громким треском. В моей комнате светло, в моей комнате белые чистые ангелы. Я снимаю с нее сырую набухшую кофточку и укутываю ее пледом. Шаман, говорит она. Ее белое, прекрасно уродливое лицо искрится счастьем. Она сверкает все. Она скользит по комнате беззвучной походкой призрака. Диван, этажерки, книги. Вдруг лицо ее хмурится. Это любимые женщины, спрашивает она. Проклятие. Я забыл их спрятать. Простите меня, говорю я, простите, но вам нельзя читать надписи. Они не всегда удобны. Как мог я позабыть это? Я быстро оборачиваю лицом к стене все фотографии женщин. Ради Бога. Она просто и дружелюбно улыбается. И я чувствую, как что-то отходит от моего сердца. Ее улыбка вдохновляет. Это только маленькая черная змейка, скользящая по серому мрамору. Это только лучи черного света. На столе кипится маворка. Я сижу напротив и слежу за каждым ее взглядом. Я хочу предугадать ее желание. Она быстро глотает чай и ест нординки. А я любуюсь этой маленькой темной пропастью. Этим чарующим оскалом фиолетово-красных десен. Теперь папиросу, говорит она, откидываясь на спинку кресла. Я переношу ее с креслом к камину. По лицу ее бегают огоньки. Красят ее волосы ярко-червонным золотом. Светло-желтым янтарем зажигают щели глаз. Пляшут на лбу. Любопытные заглядывают в темную узкую впадину. В дыру, пробуравленную судьбой. В черный колодец ее носа. Я сажусь у ее ног. Со стола я снимаю скатерть. Я укутываю ее маленькие холодные ножки. Я грею моим дыханием эти беспомощные гниющие ножки. Она жмурится и потягивается, как котенок от ласкового щекочущего тепла. Ее божественно смертельное лицо излучает такой яркий, такой благодатный свет, что мне хочется крикнуть всему миру. Я счастлив. Я дико, безумно, незаслуженно счастлив. А в камине засыпают угольки. Мягко шуршат, укладываясь поудобнее. Изредка ворочаются или сонно потрескивают иногда недовольные позы. Музыки, музыки. Я такая осенняя, говорит она. Дождь искал, у меня ветер унес. Тепло моего тела меня отравило. Осень, я не хочу холода. Не хочу, не хочу. Она дрожит. Ужасом сверкает ее лицо. Нет, нет, говорю я, никогда вы не уйдете от меня. Я больше не пущу вас туда. Я ревную вас к этой проклятой страде. Вы останетесь у меня. Вы будете моей невестой. Моей светлой малюткой невестой. Мон шевалье, шепчет она. Через час я стелю и мою постель. Вы позволите мне лечу порога, спрашиваю я. Я буду оберегать вас. Я буду слушать, как вы дышите. Надеюсь, вы будете корректно, беспокойно, спрашивает она. О, клянусь вам, кушеву, потом темно, в камине умер огонь. На ночь я глотаю пилюлю, пролетает в моем сознании ее последняя фраза. Утром в глаза ей било солнце. Я не счел нужным будить ее. Дело в том, что она была мертва. Александр Вертинский. Очень, очень нежная история. Вот такая литература, друзья мои. Я так понимаю, что это дореволюционное еще произведение. Или, по крайней мере, дореволюционное, естественно, времени. Времени декаданса, то есть упадка, да, и развала всего и вся.